В Нижневартовском пункте временного размещения прошло голосование на экстерриториальных участках. Там жители ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонской областей смогли отдать свой голос и выбрать депутатов в законодательные органы новых субъектов Российской Федерации. Всего в Югре создано два экстерриториальных избирательных участка в Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Для удобства избирателей организовано и выездное голосование, в том числе в пункты временного размещения. Одной из тех, кто в числе первых здесь отдал свой голос, стала Надежда Ткаченко. В Нижневартовск она приехала в апреле 2022 года, когда ее дом в севере Донецке оказался уничтожен, причем один из самых первых в городе. Вся страна большая находится в тревоге, в беде. Все должны это понимать и сознавать. И не все простые люди, они даже не сознают, как им быть. Поэтому нужны люди, которые в этом деле профи, которые должны руководить, помогать. Помогать людям, созидать, творить. Детей наших растить, внуков, чтобы страна развивалась, а не была вернута в хаос. Поэтому я считаю, что мы всегда так делали, родители делали. Это старая традиция. Мы обязаны идти голосовать, отдавать свой голос за тех, кто поможет нам в этой жизни жить, трудиться, созидать, творить. Очень много людей, которые приехали из тех регионов в Югру, то в городе Нижневартовске организованы экстратериальные выборы, где люди могут спокойно проголосовать. Они могут проголосовать на дому. Мы также осуществляем выезды, допустим, как сегодня, в пункт временного размещения. Также у нас люди голосуют на выезде в Мегионе, в Лангипасе, в Радужном, Покачи. Поэтому они могут также отдать свой голос. Современная система видеонаблюдения установят на избирательных участках Югры. Специалисты Ростелекома обеспечат техническую готовность камер в единый день голосования. Напомню, 10 сентября Югорчанам предстоит выбрать 712 депутатов городских и районных дом 41 главу городских и сельских поселений, а также принять участие в выборах губернатора Тюменской области. 500 цифровых камер устанавливают на участках в крупных городах округа. В помещениях устанавливаются по две компактные IP-камеры, а также системами бесперебойного питания. Цифровые видеоустройства располагают так, чтобы обеспечить максимальный угол обзора для наблюдателей, но при этом не нарушать тайну голосования. Все приборы оснащены источником резервного копирования данных. Лучшие сотрудники крупнейших нефтегазодобывающих предприятий Сургута получили заслуженные награды. Добытчиков черного золота и голубого топлива поздравили губернатор Югры Наталья Комарова и губернатор Тюменской области Александр Мор. Почти 4000 сотрудников компании «Сургутнефтегаз» отмечены на муниципальном, региональном и федеральных уровнях. 417 из них получили награды от Министерства энергетики Российской Федерации. Также в Сургуте стало на два почетных работника топливно-энергетического комплекса больше. Еще восьмерим сургутянам присвоили звание почетный нефтяник и двоим почетный строитель. Ученики Сургутской гимназии имени Фармана Салманова получили ответные письма от сверстников из Макеевки. Старшеклассники еще в прошлом учебном году через гуманитарный добровольческий корпус отправили свои послания. И вот теперь получили 150 ответных весточек. Все они именные. Есть для нескольких ребят одновременно. Макеевчане написали, что были рады приветственным письмам и готовы встретиться на любой из территорий. Отмечу, что такое общение решили организовать сами старшеклассники гимназии имени Фармана Салманова. Переписку планируют поддерживать и дальше.